Этот автобус номер 339 знаком практически всем жителям города Одинцова. Ежедневно многие одинцовцы ездят на нем в Москву на работу. Чтобы как-то скрасить время поездки людей, а главное сделать маршрут познавательным, сотрудники Центра народного творчества совместно с Одинцовским ПАТП запустили проект «Улицы Одинцова говорят». Та информация, которая запущена в этом проекте, она даст возможность людям без лишнего напряжения, без усилий узнавать о своем родном городе, свою историю, узнавать те улицы, те остановки, те какие-то интересные знаковые места города. Уже сегодня услышать трансляцию могут пассажиры 18 автобусов, следующих по маршруту от остановки Лохино до станции Одинцова. Познавательная акция продлится еще неделю. Практика подобных аудиофайлов наверняка знакома вам еще в метро, когда остановки озвучивают популярные артисты, узнаваемые по голосу. Аудиоролики, транслируемые в наших автобусах, озвучивают известные жители Одинцова с профессиональными дикторскими голосами. Георгий Корчагин, Ирина Ватрунина и Леонид Пегарин. Огромным подспорьем в сборе материала стали труды местных краеведов. Василия Макарчикова, Александра Пузатикова и Николая Метронова. Я, например, довольна, мне приятно очень слушать, и знания мои о городе расширяются. Замечательно, правильно делаете, молодцы, просвещайте. Ну это однозначно, конечно, интересно, и время идет незаметно, когда в автобусе едешь. Учитывая, что далеко не все жители знакомы с богатой историей Одинцова, такой интерактивный проект имеет большую значимость. Особенно в день города. Чтобы услышать ролики могли не только пассажиры автобусов, но и все желающие, организаторы проекта создали сайт с авторскими иллюстрациями и звуковыми файлами. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...